Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур и мы продолжаем формировать наш мобильный игровой календарь. На очереди у нас... Май! Наверняка вам интересно, почему я каждый месяц делаю подборку именно по мобильным играм, а не, например, по кино. Потому что в игры я играю каждый день, я пока еду на автобусе, пока еду на метро, да даже пока тупо валяюсь на диване, я постоянно играю в игры. Что касательно фильмов, друзья, то тут я, к сожалению, не силён, ничего вам про них сказать не смогу, да и сам я вообще слушаю просто подкасты о фильмах. У меня у друзей есть подкаст Кактус ВК, там они рассказывали о каких-то особенностях фильмов, теперь они начали ещё и делать это на Ютубе. Я оставлю ссылку в описании на них, друзья, как бы там вот сейчас про Angry Birds и про Первого Мстителя. Если ещё не смотрели, не знаете, стоит сходить или нет, посмотрите, послушайте. Ну, лично я всё послушал, потом сходил, ни капли не жалею. Ну, а что касательно игр, друзья, то тут всё как обычно. Сейчас покажу вам несколько крутых игр и внизу специально для вашего удобства будут ссылочки на iOS и на Android. Скачайте, потом поиграете. Первая игра называется Чоппа. Суть здесь, собственно говоря, в чём? Можно летать влево, можно летать вправо. Если мы зажимаем двумя пальцами, можно летать вниз, можно летать вверх или летать по диагонали. Нужно облетать всякие препятствия и выполнять... Ёртую мать! Это что? Это что сейчас было? Такого не было в прошлый раз. Так, давайте ещё раз. Можно летать вверх, если зажимаем сразу два пальца и потом мы просто летим вправо. Вот стоит внизу чувачок, мы просто нажимаем по диагонали вниз, вертолёт начинает опускаться. Теперь чуть левее. И двумя пальцами вниз опускаемся вниз. И вот ей надо... Э-э-э-э... Чувак, не надо, не сгораю, нет! Он... он стал чёрным. Мега... Видите вот эту коварную суку Альбатроса? Вот он сейчас взорвётся, смотри, если я просто подлечу к нему поближе, он... Вы видели? Такого, чёрт возьми, не бывает. Прикольное в этой игре то, что если вы с первого раза не прошли уровень, вам не нужно проходить его заново. Вам просто дадут новый. Это будет всё тот же первый уровень, но он будет совершенно другой. Игра бесплатная, много уровней, достаточно сложные, достаточно сложно вернуться от Альбатроса. В общем-то говоря, скачайте, сами поиграйте, ссылки в описании. Герой следующей игры наверняка вам знаком по прозвищу Король Инстаграма. Это Дан Белзарян, и про него сделали игру. Игра называется Save Dan, спаси Дэна. И, честно говоря, я не понимаю, от чего его нужно спасать? От безлимитного количества денег, которые он получил в наследство, или от обилия голых тёлочек с плейбоя? Сначала давайте немножко потыкаем меню. В профайле у нас, значит, можно купить всякие разные бусты, можно купить тёлочек, точнее, убить тёлочек. Ну, короче, вот написано kills и тёлочка. Я даже не знаю, что это может означать. Видим, что несколько локаций будет в этой игре. Аляска, Гавайи и что-то ещё будет доступно потом. Сейчас есть Невада и Нью-Йорк. Ну, давайте посмотрим, что нас ожидает в Неваде. Так вот, откуда появляются сочные полуголые тёлочки из плейбоя. Вы думаете, они выходят из фитнес-клубов? Нет, они просто появляются из земли. Я даже не представляю, насколько сильно нужно быть упоротым, чтобы придумать такую концепцию игры. Сочные полуголые тёлочки-зомби гоняются за миллиардером из Армении. Вот, смотрите, идёт она такая и в бочку. Бабах нахер! Бабах нахер! Ох, кишки! Уу! Так, 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 в ногу! Нет, в ногу не работает. В бочку, в бочку! Смальнуть в бочку! Кабум! Бич! Короче, вот, вот в чём фишка. Надо стрелять по бочкам. Сейчас, сейчас, вот сейчас дождаться, дождаться нужного момента. Она её задела своей огромной сиськой силиконовой. Бум, бич! Короче, не то, чтобы эта игра прямо очень крутая, но если вы знаете, кто такой Дэн Белзарян, может подписанную на его инстаграм, то наверняка вам будет интересно. Ну, ради того, чтобы чисто просто посмотреть, как это выглядит. На самом деле, зная, сколько у Белзаряна денег, он же наверняка инвестировал в эту игру. Можно было бы сделать и лучше. Ну, а последняя игра на сегодня, друзья, из разряда стратегий. Такие игры действительно появляются чуть ли не каждый день, и все они слизаны друг с друга. В прошлый раз мы играли Last Empire War Z, и сейчас, смотрите, это точно такая же игра, только она про викингов. Last Empire War Z я удалил. Почему? Потому что викинги это то же самое, но здесь лучшая анимация. Но согласитесь, что вот такое представление мира с 3D-моделями выглядит гораздо привлекательнее, чем то, что мы видели в прошлый раз. Что касательно геймплея, друзья, то тут все то же самое. Видим пустую область, нажимаем на нее, можно построить какую-нибудь хреновину. Ну, и точно так же, как во всех подобных играх, здесь совершенно спокойно можно играть без доната. Практически все он предлагает сделать бесплатно. Вот, например, построить кузницу. Можно либо за минуту, либо нажать бесплатно. Вуаля, кузница построена. Также во время нападения или захвата какого-то лагеря идут в атаку трехмерные модели. Ну, это просто выглядит приятней. Серьезно. Сейчас мы захватим... А что мы захватываем? Я даже не знаю, чем мы захватываем. Это серебряный алтарь. 244 серебра. Ну, звучит неплохо. Что касательно моего расположения, это 256 по иксу, 1007 по игреку. И зовут меня почему-то плеер6473630. Надо это попытаться исправить. Ищите меня в игре по нику сосисочка. Вот именно так, через четверку. Так, а если у меня имя сосисочка, значит город надо назвать что ли... Мья-со-ком-би-нат. Вот видите, я сменил имя сосисочка. Тут рядом со мной живет Optimus Prime. Места вроде бы рядом еще много. В эту игру я планирую играть, ну, как минимум месяц. Что ж, друзья, надеюсь, что игры, которые я вам показал, помогут скоротать лишнее время в этом месяце. Ссылки на iOS и Android установочки я оставил в описании к этому видео. Все для вашего удобства. Если это видео вам понравилось, друзья, то поставьте ему палец вверх. А если хотите узнать, во что мы будем играть с вами в июне, то подписывайтесь на канал. И тогда вы точно новое видео с подборочками не пропустите. Напоминаю, что меня зовут Тимур Сидельников. И я прощаюсь с вами до, собственно говоря, следующего месяца. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...